Здравствуйте, уважаемые коллеги! Сегодня мы начинаем серию образовательных лекций в рамках цикла поликлинической терапии и внутренних болезней для образования студентов и также для образования ординаторов. Мы искренне благодарим Первый медицинский канал за предоставленную возможность в сложившихся условиях вот таким образом проводить дистанционное образование учащихся студентов и ординаторов. Начинаем мы сегодня с лекции «Хроническая болезнь почек и острое почечное повреждение». Итак, ХБП, концепция ХБП, почему она была сформирована, что такое ОПП, опять-таки, почему изменились наши представления на рубеже веков по классификации и подходам ведения этих патологий. Начнем мы с истории. Вот эта гравюра средневековая Германия, XIV-XV век, на ней изображен монах, в руках он держит уринарий или уржарий, и это средневековая эмблема терапии, это сосуд для сбора мочи, а внизу стоит ступка с пестиком, это средневековая эмблема формации. И вот такое внимание к моче, к диагностике по моче было особенно развито в средние века и продлилось вплоть до начала XIX века. А вот это атлас, гравюра на дереве, раскрашенная вручную. Атлас, диагностика по моче, таблица распределения образцов цвета. Одних только оттенков белого было шесть. И это издание медицинского справочника 1506 года. Такие издания стоили чрезвычайно дорого, и только доктора, очень образованные и очень богатые люди своего времени, могли позволить купить себе такие вот произведения искусства. Вот эта классическая картина Герри Доу, ученик Рембрандта, находится в Музее истории искусств Вены. Здесь доктор, который производит диагностику по моче. Обратите внимание, пациента нет. Сам Герри Доу изобразил себя в качестве врача. Вокруг такая очень богатая импозантная обстановка. Открыт атлас Визалеса. Служанка принесла мочу госпожи или господина, и совершенно не обязательно было смотреть пациента. Что же должен был доктор сказать по моче? Он должен, не видя пациента, определить его пол, возраст, поставить диагноз, порассуждать о прогнозе и назначить эффективную терапию. И только в начале 19 века Британская Королевская Ассоциация запретила диагностику по моче без осмотра пациента. Но это все история. Она иллюстрирует то, какое внимание имело, какое внимание было обращено на диагностику по моче в средние века. В дальнейшем все изменилось, и мы стали считать заболевания почек прерогативы нефрологов. И лишь на рубеже веков опять-таки изменилась концепция. Но давайте вспомним уникальную анатомию и физиологию почки. Каждая почка содержит 1 миллион нефронов. Регенерация нефронов не происходит. И в настоящее время нет никаких предпосылок для того, чтобы мы смогли напечатать нефрон как сложнейшее анатомическое образование на 3D-принтере. И после 40 лет, даже если человек абсолютно здоров, каждые 10 лет количество нефронов снижается на 10%. И среднестатистический пожилой человек 70-80 лет уже 30-40% нефронов потерял. Каждую минуту через почки протекает 1 литр крови. И вся внеклеточная жидкость нашего организма, 14 литров, проходит через почечный фильтр за сутки 12 раз. Почечный фильтр – уникальное анатомическое образование. Мы видим клубочек, мы видим подоциты, малые и большие ножки подоцитов. Мы видим клубочек снаружи. Вот эта капсула Боумана Шемлянского – это действительно уникальное анатомическое образование. И, повторюсь, клубочек, если он погибнет, уже никогда не восстановится. Так как мы в рамках образовательного цикла, в рамках образовательного цикла для студентов-ординаторов сегодня представляем информацию, мы, конечно же, напоминаем. Мы напоминаем те рекомендации, на которых мы основываемся, ведя пациентов. Это и международные рекомендации по хронической болезни почек. Это и отечественные рекомендации 2014 года, сердечно-сосудистый риск и хроническая болезнь почек, стратегия кардио-нефропротекции. Обратите внимание, какое количество обществ написало эти рекомендации. Это и кардиологическое общество, и общество нефрологов в России, эндокринологи, общество партериальной гипертензии и медицинское общество терапевтов. То есть это такой консолидированный документ. Почему же понадобилась смена концепции? Почему же на рубеже веков мы несколько изменили свои представления о важности и роли почек в прогнозе, в ведении наших пациентов терапевтического и не только терапевтического профиля? Обратите внимание, это количество пациентов в мире, получающих лечение программным диализом. И как прогрессивно оно увеличилось, с 90-го по 2010-й год. А если проанализировать, за счет каких пациентов произошло это увеличение, мы увидим, что колоссальный рост произошел за счет диабетической нефропатии, за счет пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А вот роста существенного пациентов на программном гемодиализе, изгломировала нефритами и поликустозами почек не произошло. То есть вся проблема в пациентах именно терапевтического профиля, который наблюдается у терапевта, у эндокринолога, у кардиолога. Естественно, что выход пациента с терминальной почной недостаточности на заместительную почную терапию это очень затратное мероприятие для всех систем здравоохранения. Поэтому и были предприняты попытки смены наших представлений. И в 2002 году была предложена концепция ХБП, которая принята и в настоящее время. Так ли часто встречаются в нашей реальной клинической практике пациенты с компрометированной почкой, именно пациенты терапевтического профиля? Для того, чтобы говорить о актуальности проблемы, нам нужно понимать, сколько же этих пациентов. Это классическое исследование хронограф, которое было проведено Жанной Давидовной Кабалавой в 19 регионах Российской Федерации. Очень с простым ясным дизайном. Критерии включения. Мужчина и женщина 18 лет и старше, которые последовательно приходят на прием просто с диагнозом гипертоническая болезнь, с диабетом или без диабета. Какое исследование производили? Рутинное обследование. Расчет скорости клубочковой фильтрации по формуле Сикиди и Пиа и альбуминурия, соотношение альбумин-кретинин. И что оказалось? Оказалось, что практически 35% имеют снижение скорости клубочковой фильтрации ниже 60%, а это пациенты обычной, реальной амбулаторной терапевтической практики. Это пациенты не стационаров, это не тяжелые пациенты. Еще 32% это те пациенты, которые имеют альбуминурию. А если мы это сведем в единую картинку, насколько они пересекаются, окажется, что пересекаются они только в 18% случаев. И опять-таки, если мы проанализируем, а какое же количество пациентов имеет признаки поражения почек, ровно половина обычных наших пациентов с артериальной гипертензией, с диабетом или без сахарного диабета. То есть, в принципе, понятно, что проблема сверхактуальна. Да, существуют два сценария прогрессирования нарушения функции почек. Это протеинурический и непротеинурический. Это четко показано в этом исследовании, когда пересечение признаков почечного повреждения и снижения почечной функции произошло только в 18% случаев. Еще одно исследование, еще один регистр, который позволяет понять, насколько важна почка, насколько серьезно снижение функции почек уже у пациентов такого продвинутого клинического профиля. Это результаты однолетнего наблюдения пациентов, включенных в многоцентровый европейский регистр с фибрилляцией предсердия. Исследовали влияние нарушения функции почек на прогноз пациентов. Смерть, инсульт и транзиторная ишемическая атака через год наблюдения. И если просто сравнить скорость клубочковой фильтрации больше 80, абсолютную норму, с очень умеренным снижением скорости клубочковой фильтрации от 50 до 79, мы видим вот эту цифру, в два раза выше риск получить инсульт или смерть через год наблюдения у пациентов с очень умеренным снижением функции почек, у пациентов с фибрилляцией предсердий. При этом обратите внимание, что сопоставимо эта цифра и даже превышает такой показатель, как ХСН, диабет или рак. То есть после этого исследования однозначные эксперты, которые проводили эту программу, сделали вывод, что функция почек была основной детерминантой неблагоприятных исходов. Даже незначительные средние нарушения функции почек, ассоциированные с увеличением риска смерти и комбинированные конечные точки. И поэтому необходимо обязательное в рутинной клинической практике исследование функции почек, в том числе у пациентов с фибрилляцией предсердий. Еще один очень интересный документ, который тоже акцентуирует проблему хронической болезни почек у пациентов с нарушениями ритма. И здесь нарисована вот такая схема патогенеза. Да, какие-то общие факторы риска могли привести к сердечно-сосудистым заболеваниям, аэритмиям и ХБП, но в дальнейшем почка начинает очень сильно влиять на прогрессию сердечно-сосудистых осложнений, сердечно-сосудистых нарушений. И механизмы вот этого влияния многообразны. Это электролитный дисбаланс и симпатическая гиперреактивность, которая наблюдается у пациентов с ХБП, и разные органные нарушения, и уремический статус и так далее. Итак, мы возвращаемся к отечественным рекомендациям по хронической болезни почек. И сейчас дадим определение ХБП, классификацию ХБП, и будем говорить о нефропротективных стратегиях. Итак, хроническая болезнь почек – это, конечно же, наднозологическое понятие. ХБП, так же как ХСН, так же как дыхательная недостаточность – это синдром. ХБП объединяет всех пациентов с сохраняющимся в течение трех и более месяцев признаками повреждения почек и или снижением их функций. Что это значит? Одного анализа недостаточно. То есть один раз мы уловили альбоминурию или получили снижение скорости клубочковой фильтрации менее 60, мы должны повторить анализ в течение трех месяцев, и только тогда мы говорим, что да, есть хроническая болезнь почек. Потому что бывают разные состояния, бывают лихорадочные состояния, бывают какие-то физические нагрузки, могут быть связаны какие-то изменения с какой-то лекарственной терапией, вот, нефротоксическими воздействиями. Поэтому обязательно нужен контроль. Итак, диагностические критерии ХБП. Это либо снижение скорости клубочковой фильтрации ниже 60, если это есть, мы ставим диагноз ХБП однозначно, либо маркеры почечного повреждения. Это чаще всего альбоминурия. Но если в общем анализе мочи мы видим протеинурию, нам незачем делать тест на альбоминурию. Понятно, что это уже измененный мочевой осадок, там может быть и эритроцитурия, и протеинурия. Гистологические изменения, структурные изменения при резуляционных тестах чаще всего, это ультразвук, это все тоже маркеры почечного повреждения и маркеры ХБП. Но, повторюсь, чаще всего это альбоминурия и снижение скорости клубочковой фильтрации. Итак, если мы посмотрим на классификацию, то мы увидим, что в настоящее время она вот в таком виде. Существует стадия ХБП. Собственно, ХБП начинается с С3А, потому что это снижение скорости клубочковой фильтрации ниже 60. А что же С2? Вот эти пограничные изменения скорости клубочковой фильтрации от 60 до 89. Так называемая серая зона еще не норма, уже не норма, но, тем не менее, еще не дотягивает до критериев хронической болезни почек. Ну, сейчас ХБП диагноз не ставится, если, например, нет альбоминурии или каких-то других маркеров почечного повреждения. И для 65 лет и старше это расценивается как вариант возрастной нормы. Потому что, напоминаю, после 40 лет мы с вами каждый год теряем 1% нефронов. 1% нефронов, и поэтому, когда мы рассчитываем скорость клубочковой фильтрации, а во все формулы, калькуляторы входит возраст, естественно, мы получаем вот такие цифры. Но, однако, все не так просто, потому что в последнее время мы чаще говорим о том, что почка начинает повреждаться гораздо раньше. В частности, вот эндокринологи. Очень много работ о том, что о том, что еще до старта диабета пациенты имеют симптомы хронического поражения почек. На стадии предиабета увеличивается риск сердечно-сосудистых заболеваний и поражения почек. И если на этапе становления, на ранних стадиях, когда скорость клубочковой фильтрации выше 60, а у пациента уже есть гипертензия, уже есть инсулинорезистентность, вот эта инсулинорезистентность напрямую коррелирует с показателями скоростью клубочковой фильтрации и гиперфильтрации, то есть уже идет повреждение почки. Но мы этого не видим. То потом, когда почка уже скомпрометирована, она сама начинает играть очень жесткую, очень важную роль в прогрессировании инсулинорезистентности, в прогрессировании сердечно-сосудистой патологии. И, безусловно, заболевания почек увеличивает риск диабета и сердечно-сосудистых событий. Гиперфильтрация. Что такое гиперфильтрация? Ведь мы видим снижение функции почек, когда скорость клубочковой фильтрации снизилась ниже 90, оставим ХБП, когда она снизилась ниже 60. Но на первом этапе идет гиперфильтрация, идет гипертония клубочкой, идет спазм, выносящая артериулы, идет повышение внутриклубочкового давления, и скорость клубочковой фильтрации может расти. Считаем ли мы скорость клубочковой фильтрации, если уровень кретинина абсолютно нормальный? Скорее всего, нет. А должны считать, потому что увеличение скорости клубочковой фильтрации выше 120-130, это гиперфильтрация. В дальнейшем идет нормализация, а потом идет падение скорости клубочковой фильтрации. Но я думаю, что это какие-то будущие исследования и будущие клинические рекомендации. Но мы должны сейчас понимать, что ХБП – это мягкий убийца. Почему? Потому что в основном мы и наши пациенты чаще всего мы обращаем внимание на что? На уровень гликемии, артериального давления, на уровень холестерина. Есть целевые показатели, мы стремимся их достигнуть. А вот повышение уровня кретинина, на расчет скорости клубочковой фильтрации у всех пациентов с диабетом и сердечно-сосудистой патологией, это, к сожалению, еще не норма реальной клинической практики. Итак, мы возвращаемся в классификации по уровню скорости клубочковой фильтрации. Мы видим, есть С3А, С3Б, разделение произошло третьей стадии на две подстадии А и Б, С4 – скорость клубочковой фильтрации и С5 – начало заместительной почечной терапии. Почему разделили? Разделили, потому что при скорости клубочковой фильтрации 59-45 очень высокий сердечно-сосудистый риск, а темпы прогрессирования и ХБП ниже, то есть темпы получить терминальную почечную недостаточность. А вот когда скорость клубочковой фильтрации опускается ниже 45 до 30, риск развития терминальной почечной недостаточности выше уже, чем риск летальных сердечно-сосудистых осложнений. Это должны мы четко понимать. Итак, методы оценки фильтрационной функции почек. Уровень кретинина, клиренс кретинина, проба Рейберга-Тареева, которую мы очень давно и успешно ранее использовали, до внедрения расчетных методов скорости клубочковой фильтрации. Мы должны на современном этапе четко понимать, что уровень кретинина теперь для нас это вспомогательный показатель. Он нужен только для того, чтобы рассчитать скорость клубочковой фильтрации. Но еще мы обращаем на него внимание, когда динамика идет, когда, например, идет острое почечное повреждение, растет, этот показатель или, наоборот, снижается. И какие существуют методы расчета скорости клубочковой фильтрации? Вот это клиренс кретинина проба Рейберга-Тареева. Она легче выполняется в стационаре, потому что сутки пациент должен собирать мочу, очень четко собирать мочу. Суточный дюрес должен быть не менее литра, определяется утром кретинин крови, объем, выделенный за сутки мочи, кретинин мочи, и вот вы видите формулу, по которой это все рассчитывается. Но наиболее точные методы оценки скорости клубочковой фильтрации это клиренс радиофарм препаратов. Но это только наука, это только определенные показания для этого существуют. Мы же с успехом можем пользоваться определением скорости клубочковой фильтрации под цистатину С. Это доступно. Этот показатель точный, он не зависит от мышечной массы, он быстрее меняется при остром почечном повреждении. Чуть позже мы будем говорить, описывать те клинические ситуации, при которых классические методы оценки скорости клубочковой фильтрации могут быть неточны. Вот это классические формулы расчета скорости клубочковой фильтрации. Кокрофт-Голд, 1976 год, формула МГЛД-99, и последняя, в 2009 году, формула повышенной точности, CKD-API. Расчет возможен только с помощью калькулятора, потому что калькулятор автоматически выбирает разную формулу в зависимости от уровня креатинина, в зависимости от пола, расы и возраста. И чем хороша эта формула? Во-первых, много факторов учитывается, во-вторых, опять-таки, здесь заложено нивелирование влияния мышечной массы и ошибку, связанную с активацией канальцевой секреции креатинина на поздних стадиях хронической болезни почек. Эта формула валидна и на ранних стадиях ХБП, и на более продвинутых стадиях ХБП. Ну, как это происходит? Существует большое количество калькуляторов, но вот уровень креатинина здесь, например, 99, что бы мы сказали? Ну, он чуть-чуть повышен, ну, казалось бы, это клинически незначимо. 63-летняя женщина, и рассчитываем, и оказывается, что это ХБП-Ц3А, у нее МДРД-49, СИКИДИ-ПИ-52 мл в минуту, то есть мы имеем дело уже с компрометированной почкой. Есть разного рода калькуляторы. Я советую молодым докторам и учащимся поставить на свои телефоны, в зависимости от платформы, калькулятор для расчета скорости клубочковой фильтрации. И существуют очень разные сейчас базы данных по разного рода коэффициентам, шкалам, калькуляторам. Этим очень легко и полезно пользоваться в реальной клинической практике. Почему же все-таки обязательно нужно считать? Почему не надо полагаться на уровень креотинина, когда он, например, незначительно повышен с нашей точки зрения? Ну, посмотрите, женщина 80 лет, мужчина 20 лет. Креотинин абсолютно одинаковый. 110 микромоль на литр. Мы начинаем считать, и смотрите, какие мы получаем показатели. У этой женщины мы должны четко планировать наши диагностические и терапевтические стратегии, потому что у нее уже С3Б. А у молодого человека мы должны сказать, что скорость клубочковой фильтрации ниже 90. Это повод для того, чтобы повторить, для того, чтобы понаблюдать и посмотреть за этим индивидуумом. Вот это ситуации, в которых использование расчетных методов оценки скорости клубочковой фильтрации не вполне корректны. Это все ситуации, связанные с изменением мышечной массы. Потому что мы прекрасно знаем, что креотинин в основном образуется в мышцах. Это пациенты старше 80, потому что у них уже остыние мышечные атрофии. Это какие-то нестандартные размеры тела. Вот эти пациенты у нас реже встречаются. Чаще всего пациенты, например, с ампутированными конечностями. Выраженное истощение, ожирение, беременность, заболевание скелетной мускулатуры, например, боковой амниотрофический склероз или расчеянный склероз, тогда, когда мышца не иннервируется, когда она не работает. Параплегия, тетроплегия, быстрое снижение функции почек. Вот что тогда мы? Мы тогда можем использовать или клиренс эндокенного кретинина, если суточный диорез больше литра, или по цистатину С. Считать по цистатину С. Это самый простой и точный метод расчета скорости клубочковой фильтрации при вот таких ситуациях. Альбуминурия. Тоже существует классификация, тоже существуют стадии. В зависимости от теряемого количества альбумина, мы классифицируем А1, А2, А3. Ну, казалось бы, потери альбумина очень небольшие. Всего лишь, например, миллиграмм в течение 24 часов. Ну, что такое потери 50-100 миллиграмм альбумина за сутки? Это же никак не изменит наш белковый обмен, не повлияет на гомеостаз. Но, тем не менее, мы придаем этой цифре очень большое внимание. Почему? Потому что любой белок, который проходит через почечный фильтр, который теряется, приводит к дальнейшему повреждению почек. И альбуминурия – это не только маркер страдания почки, но и маркер дальнейшего прогрессирования этих нарушений. Обратите внимание, микроальбуминурия – значительный фактор риска смертности от сердечно-сосудистых заболеваний. Вот как идет снижение доли выживших при выжиженной протеинурии, альбуминурии и при нормальной потере белка. Итак, альбуминурия и протеинурия не только отражают тяжесть первичного повреждения, а также сама вызывает вторичное повреждение почечных канальцев, стимулирует развитие туглоинтерстициального повреждения. Поэтому это маркер общего и почечного прогноза и цель для наших нефропротективных стратегий, цель снижения теряемого белка. Механизмы альбуминурии различны. Это традиционная глумбулярная модель, это и канальцевая тубулярная модель, и мы должны стремиться к снижению потери белка почками. А вот как выглядит стратификация сердечно-сосудистого риска и риска развития терминальной почечной недостаточности у пациентов с хронической болезнью почек. Мы видим вот потеря белка, вот это снижение скорости клубочковой фильтрации. Очень похожа эта табличка на стратификацию сердечно-сосудистого риска у пациентов с артериальной гипертензией, где вот здесь уровень давления, а вот здесь факторы риска поражения органов в мишени, ассоциированные клинические состояния. Итак, чем больше поражена почка, тем выше риск сердечно-сосудистых событий и дальнейшего прогрессирования вплоть до терминальной почечной недостаточности. Как ХБП включена в стратификаторы сердечно-сосудистого риска кардиологические? Вот это стратификатор сердечно-сосудистого риска, который был представлен в рекомендациях по первичной профилактике, по превеншену Европейского общества кардиологов. Мы видим категорию сердечно-сосудистого риска, очень высокий, это ХБП ниже 30, которая по своему прогнозу приравнена к таким состояниям, как предшествующий инфаркт, ОКС, коронарная ревоскурализация, инсульт и лития. Высокий риск – это ХБП 30-59. То есть, если пациент имеет скорость клубочковой фильтрации ниже 30, не надо считать скор, не надо ничего больше смотреть. Это однозначно очень высокий риск и однозначно планирование определенной терапевтической стратегии по профилактике. Примеры диагностических заключений. Как мы должны писать заключение? Да, мы формируем диагноз гипертонической болезни диабета, можем написать диабетическая гипертоническая нефропатия, а потом очень просто мы вот так кодируем стадию и уровень поражения почек. Небольшое лирическое отступление. То, с чем встретятся обязательно все клиницисты, обязательно врачи любого практически профиля, который использует современные методы диагностики, ведения контрастных веществ – это контрастно-индуцированная нефропатия. Мы должны прекрасно понимать, что контрастно-индуцированная нефропатия – третья по частоте причина внутрибольничного острого почечного повреждения. И чаще всего она случается на фоне ХБП. Особенно если ХБП и диабет уже скопоментирована почкой, мы вводим рентген-контрастное вещество, мы можем до 90% случаев получить УПП. При коронарных интервенциях вы видите практически 15%. От чего зависит почечное повреждение при введении контраста? Объем вводимого препарата, безусловно, характеристики препарата, менее нефротоксичные, низкоосмолярные препараты. Что делать? Использовать у группы высокого риска, а как правило, это уже пациенты с ХБП, использовать минимальные объемы. Если есть возможность, например, КТ без контрастирования, сделать КТ без контрастирования, подбирать дозу на килограмм веса и использовать изонискоосмолярные препараты. Тем не менее, если очень нужно, если обязательно проведение контрастного исследования, и это та диагностическая стратегия, которая повлияет на тактику и прогноз. А у пациента еще есть ХБП. Пациента нужно готовить. Как готовим? Ну вот изотонический натрий хлор сейчас редко встречается. Можно гипотонический, можно изотонический натрий хлор. Внутри венны с вот такой небольшой скоростью. За 12 часов до проведения процедуры и 12 часов после проведения процедуры с поддержанием гиуреза мы вводим такие растворы. И тогда это снижает контраст индуцированной почвы и повреждения с 35 до 4% у пациентов уже с ХБП. Таким образом, мы подводим итоги, что же такое термин и понятие хроническая болезнь почек. Это более универсальное понятие, которое охватывает все стадии заболевания почек, включая и начальные. Разработка концепции ХБП смещает акценты с терминальных стадий повреждения почек на ранние. Таким образом, и обеспечивает преемственность ведения пациента, если мы выставляем правильно диагноз. Все последующие доктора, которые наблюдают пациента, видят этот диагноз и уже планируют терапевтические и диагностические стратегии, исходя из этого состояния. И раннее назначение нефропротективных стратегий. Поставили диагноз, значит, должны задуматься, как затормозить этот процесс. Что же такое нефропротективные стратегии? Основной целью нефропротективной стратегии является замедление прогрессирования или обратное развитие снижения функции почек. Какие у нас существуют стратегии в нефропротективной стратегии? Во-первых, это, конечно, специфическая терапия основного почечного заболевания. Но чаще всего у нас в терапевтической практике основное почечное заболевание – это гипертония, атеросклероз, диабет. Поэтому строгий контроль артериального давления замедляет прогрессирование ХБП. Хороший контроль грикимии замедляет прогрессирование альбуминурии и почечного повреждения при сахарном диабете. Малобелковая диета, коррекция фосфокальцевого обмена на более продвинутых стадиях ХБП и единственный класс препаратов, то есть два класса препаратов, которые прописаны как отдельные нефропротективные стратегии – это блокаторы рениноангиотензина-альдостероновой системы, это ингибиторы ангиотензин превращающего фермента и блокаторы ангиотензиновых рецепторов. Начнем с диеты. Если раньше, до того, как появились маркеры почечного повреждения, мы пациенту с гипертонией говорили, что нужно соблюдать режим потребления соли, нужно снижать потребление соли менее 5 грамм в сутки, то, как правило, или мы не настаиваем, либо пациент нас не очень хорошо слушает, то тогда, когда появились признаки почечного повреждения, эта рекомендация должна быть очень жесткой. Далее – малобелковая диета. Диета с ограничением потребления белка у пациентов с риском прогрессирования ХВП на начальных стадиях, а далее мы прописываем малобелковую диету. При этом белок должен быть высокой биологической ценности, содержать достаточное количество аминокислот и калорийность рациона должна быть адекватная. Как рассчитываем? Ну вот посмотрите, кажется, что это сложно, 0,7-0,6 грамм на килограмм в сутки, ну, предположим, пациент 100 килограмм, значит 60-70 грамм белка в сутки при ХВП С3Б, 60-30 грамм в сутки при ХВП С4. Если выраженная протеинурия, то мы увеличиваем количество белка в суточном рационе на 1 грамм, на каждый грамм протеинурии, это тоже мы должны помнить. Существуют такие таблицы, их невозможно запомнить, их нужно просто распечатать, иметь на своем рабочем столе. Когда мы имеем дело с пациентом с ХВП, ну вот, например, что может позволить себе, ну, например, вот пациент со скоростью клубочковой фильтрации 29-15, если мы ему рассчитываем, например, 0,5 грамм белка, 50 грамм в сутки, он может себе позволить 100 грамм отварной телятины, здесь 30 грамм белка, а еще там где-то, где-то, например, творог, да, вот. То есть это не безбелковая диета, и безбелковая диета категорически запрещена, потому что это приводит к катаболизму собственных белков, и более того, ограничивая белок, мы должны увеличивать калорийность, не уменьшать калорийность пищи, и вот это регулировать диету пациента со счет включения углеводов и жиров, это обязательно. Почему мы назначаем малобелковую диету при ХБП? Потому что она имеет вот такие механизмы действия, вот такие эффекты. Снижается протеинурия, отдаляется наступление терминальной почечной недостаточности, повышается эффективность антигипертензивных препаратов и так далее. Но если мы резко ограничим, или когда пациент нас понимает неправильно и вообще исключает белок из рациона, то здесь мы имеем дело с синдромом белково-энергетической недостаточности очень плохо, потому что здесь потери веса мышечной маршицы, утилизация второстепенных белков, гиперкатаболизм и так далее. Запуск вот всех этих процессов, которые приводят к высокой смертности. И так малобелковая диета может усилить кардио- и протективные эффекты ингибиторов ангиотензин, превращающего фермента и антагонистов-рецепторов к ангиотензину-2, позволяет контролировать давление, уменьшать дозу антигипертензивных препаратов. И если пациент у нас ХБП-гипотоник, и мы ему не можем назначить белокатрой раз, это практически единственный способ торможения дальнейшего почечного повреждения. Итак, эффекты положительные, ограничение белка, и отрицательные, это белково-энергетическая недостаточность. Что делать? Что мы можем дополнительно в качестве аналогов незаменимых аминокислот ввести в рацион пациента? Это целый комплекс разного рода энтерального питания или в виде жидкости, или в виде таблеток. В частности, кетостерин — это кетоаналоги незаменимых аминокислот. Преущество используется у пациентов со скоростью клубочковой фильтрации менее 20-25, можно начинать менее 30. Достаточно большая доза — 4-8 таблеток три раза в сутки. Каковы мы ожидаем эффекты от применения этих стратегий? Это снижение мочевины фосфора, уменьшение симптомов, нефропротекция и отсрочка заместительной почечной терапии, а также нормализация нутритивного статуса. Нарушение фосфорно-кальциевого обмена — отдельная тема. Когда мы должны контролировать кальций и фосфор у пациентов с ХБП, уже начиная со стадии ХБП-С3b. С этой стадии мы начинаем контролировать. Часто встречается нарушение фосфорно-кальциевого обмена и практически у большинства больных с ХБП-С4. Последствия — это остеопороз, кальцификация сосудистой стенки, систолическая гипертензия, сердечно-сосудистое осложнение. Мы назначаем диету с ограничением фосфора. Можем назначать препараты, связывающие фосфор с кишечниками. Иногда заместительная терапия витамином D3. Но это уже прерогатива скорее нефрологов. Это уже пациенты с продвинутой стадии ХБП. Мы должны, терапевты, отправлять их на консультацию и наведение к нефрологу. Гликемия. Если есть диабет, целевой гликированный — 7. Но категорически нельзя допускать эпизоды гипогликемии. И если у пациентов на фоне достижения целевого уровня гликированного гемоглобина менее 7 эпизодов гипогликемии, мы можем поддерживать уровень гликированного гемоглобина и выше 7. Это такое индивидуальное управление диабетом. Почему блокада РАС оказывает нефрепротективные эффекты? Потому что ренинангетензиенальдостеронная система, в том числе ее почечная активация, приводит к целому ряду повреждающих эффектов. Это не только вазоспазм, артериальная гипертензия. Ангетензин-2 как ключевой эффектор системы РАС приводит к провоспалительному сценарию, приводит к выработке провоспалительных цитокинов и поддержанию воспаления сосудистой стенки и почины паренхемы. Вырабатывает непосредственно под контролем ангетензина-2 ростовые факторы, цитокины, которые, с одной стороны, приводят к повышению продукции экстрацеллюлярного матрикса, к протеинурии, потому что повреждается почечный фильтр, к пролиферации клеток, и все это заканчивается активацией фибробластов и почечных фиброзов. Поэтому блокада эффектов ангетензина-2 принципиально с точки зрения нефропротективных стратегий. Но мы категорически не используем в комбинации ингибитора ПФ и сортан, потому что в исследованиях показано, что такие комбинации не приводили к улучшению сердечно-сосудистых исходов, а приводили к улучшению почечных исходов. Это увеличение риска почечной недостаточности, гиперкалиями и высокий риск развития гипотензии. Поэтому двойная блокада РАС не используется. Механизмы ренопротективного действия блокаторов ренино-ангетензина-альдостероновой системы это прежде всего нормализация внутриклубочкового давления, устранение клубочковой гипертензии, устранение ишемии тубулоинтерстиции, подавление синтеза провоспалительных цитокинов и антипротенурический эффект, то есть снижение выделения белка через почечный фильтр, альбуминурии наступает через 3-6 месяцев, вплоть до полной коррекции альбуминурии. Но мы должны придерживаться очень четких правил использования блокад РАС у пациентов с компроментированной почкой, прежде всего со сниженной скоростью клубочковой фильтрации. Но мы знаем, что противопоказания – это двусторонний стеноз почной артерии и беременность. Если мы стартуем, даем впервые ингибитор АПФ или сортану пациента с ХБП, мы должны обязательно перед этим посмотреть уровень калия и креатинина. И если есть повышение калия и креатинина выше 221, мы должны с осторожностью начинать. Тогда мы титруем и мы должны прекрасно понимать, что если у пациента снижена скорость клубочковой фильтрации, и мы стартуем блокад РАС, то будет транзиторное дальнейшее повышение креатинина, снижение СКФ и повышение калия. Потом это все нивелируется, придет к исходному значению, и дальше начнется эффект вот этой фазы нефропротективного действия. Поэтому при старте у пациентов с компроментированной почкой нужно быть очень осторожным и грамотно подбирать дозу. Но мы все равно стремимся к назначению максимальных целевых доз. Но надо понимать, что если у пациента есть ХБП и он не гипертоник, мы все равно назначим ингибитор РПФ или сортан уже с нефропротективной целью. Да, конечно, мы будем тетровать, следить за уровнем давления, чтобы не было гипотензии, но здесь мы назначим эти препараты по показанию нефропротекция. Итак, как назначаем? Например, если скорость клубочковой фильтрации ниже 30, очень низкая стартовая доза, например, перинтаприл всего 2,5 мг в сутки, смотрим, через 7-10 дней контролируем кретинины калий. И если повышение кретинина менее 50% от исходного, ну, был, например, 100, стал 140, да, и повышение калия менее 5,5, мы продолжаем, не меняем дозу. И дальше мониторируем уровень калия и кретинина. Если же кретинин увеличился в 2 раза, и калий больше 5,5, да, мы снижаем дозу, а если кретинин вырос в 2 раза и более, и увеличился уровень калия, отмена консультации нефролога мы отменяем, но это не означает, что мы не сделаем еще одну попытку с более низких доз более аккуратно тетровать ингибитор АПФ или сортан, потому что это единственная возможность сохранения функции почек. Ну, как, например, при артериальной гипертензии у пациента с хронической болезнью почек текущие рекомендации по артериальной гипертензии Европейского общества кардиологов, как они нам предписывают поступать. Мы видим, что эти рекомендации предписывают старт с двойной фиксированной комбинацией в большинстве случаев артериальной гипертензии у пациента с компрометированной почкой, блокатор РАС в сочетании с антагонистом кальция или диуретиком. При неэффективности идет второй шаг, тройная комбинация. Но что, какие здесь же предостережения есть? Снижение скорости клубочковой фильтрации и рост креатинина ожидаемы у пациентов, получающих антигипертензивную терапию, особенно ингибитор АПФ, но повышение креатинина выше 30% от исходного требует исключения реноваскулярной причины. Если действительно на фоне старта терапии блокатор РАС мы видим резкий подъем креатинина, исключаем реноваскулярную причину, то есть ишемию почки. Что еще очень важно, и это тоже отражено вот здесь, когда мы выбираем петлевой или тиозидовый диуретик. Если скорость клубочковой фильтрации выше 30%, мы можем, например, для лечения артериальной гипертензии или, если нам нужно по каким-то другим показаниям, использовать тиозидоподобный диуретик, тиозидный диуретик. Если скорость клубочковой фильтрации снижается ниже 30%, тиозидовые диуретики не работают. Мы обязаны переходить, если нам нужна диуретическая терапия, обязаны переходить на петлевые диуретики. Это обязательно нужно запомнить. И, например, принципы назначения антагонистов альдостерона. У пациентов с хронической болезнью почек, когда, например, при хронической сердечной недостаточности, мы должны понимать, что спиронолактон не показан при скорости клубочковой фильтрации ниже 30%, а эплеринон практически не следовался при скорости клубочковой фильтрации менее 50%. Поэтому очень-очень осторожно, если нужно, а лучше не нужно. Например, коморбидный пациент с дислепидемией. Какой назначаем препарат гиполепидемический у пациента с компрометированной почкой? Мы видим, что аторвастатин не требует регуляции дорозы в зависимости от стадии ХБП. Симвастатин и затимиб тоже, а вот разувастатин требуют. Поэтому это тоже мы должны учитывать. И вообще, уважаемые коллеги, есть понятие нефротоксичности и ренальной экскреции. И мы должны понимать, что это разные понятия. Есть, могут быть, нефротоксичные препараты, которые почками-то не выводятся, но они однозначные нефротоксики. Например, нестероидные противовоспалительные препараты. А есть препараты, которые не имеют, не демонстрируют нефротоксичных эффектов, но тем не менее имеют высокий процент ренальной экскреции. И вот здесь при скомпрометированной почке, при сниженной скорости клубочковой фильтрации, мы должны регулировать дозы. Смотреть просто аннотацию препаратов, где есть определенная табличка, написано при снижении скорости клубочковой фильтрации. Там КК, клиренс, креатинина, там везде Кокрофт-Голд. Мы должны понимать, что все, что в аннотации препаратов, это формула Кокрофта-Голда. Итак, ну вот, например, какие есть ограничения. А в принципе, это запомнить невозможно. Все, да, если у пациента скомпрометированная почка, и вы назначаете лекарственную терапию, посмотрите аннотацию к препарату, посмотрите, не нефротоксичен ли он, и не нужно ли регулировать дозу. НПВС. Избегать назначения при скорости клубочковой фильтрации ниже 30. Избегать. Нежелательный длительный прием при снижении скорости клубочковой фильтрации ниже 60. И избегать назначения на фоне блокаторов РАС. Вот эта комбинация НПВС-блокатор РАС снижает скорость клубочковой фильтрации. А все наши пациенты кардиологического профиля получают блокаторы РАС. И это возрастные пациенты, которые имеют те или иные болевые синдромы и используют просто нестероидные противовоспалительные препараты просто как средство от боли, а не как терапию. Поэтому тоже об этом нужно помнить. Другие, например, препараты. Мы все это должны учитывать. Целевое давление при хронической болезни почек. Наши рекомендации по ХБП предполагают целевое систолическое ниже 40. Пока при наличии альбуминурии или протеинурии мы можем сделать попытку снижения ниже 130 при условиях мониторирования скорости клубочковой фильтрации. Почему? Потому что если почка привыкла работать при высоком внутриклубочковом давлении, произошел вот такой сдвиг ауторегуляции, то резкое снижение давления может привести к снижению внутриклубочкового давления и к повышению уровня кретинина, снижению скорости клубочковой фильтрации. Европейские рекомендации практически тоже. Что говорят современные рекомендации? ХБП все-таки цель ниже 140 до 130, но чуть пожестче, если переносится у всех возрастных групп. То есть мы всегда должны достигать цели, но внимательно следить за скоростью клубочковой фильтрации, ни в коем случае не допускать эпизодов гипотонии. И второй блок сегодняшней лекции – это острые почечные повреждения. Это то состояние, с которым встретится абсолютно любой доктор, врач любой специальности. И опять-таки на рубеже веков произошли наши смены представлений о классификации. Да, мы знаем, что такое острые почечные недостаточности. Это синдром, который характеризуется острым расстройством гомеостаза. Вследствие внезапного падения функции почек. Два признака – это повышение азотистых шлаков и второй признак – аллегория. Зачем же нужно было менять? Да потому что не было единых диагностических критерий. До недавнего времени существовало как минимум 35 определений острой почечной недостаточности. Я помню по своим студенческим годам это классификация Лопаткина, Рябова и Тареева, которые были достаточно сложные. С другой стороны, вот такие незначительные повышения креатинина, безобидные азотемии, опасные термины, потому что за этим может крыться достаточно серьезная клиническая проблема. Итак, острое почечное повреждение очень широко распространено в терапевтических, хирургических, онкологических отделениях. Чаще всего развивается на фоне ХБП. Опять-таки термин введен для того, чтобы охарактеризовать весь спектр симптомов от минимальных изменений до уже продвинутых. И опять-таки сдвинуть наше представление на раннее вмешательство, на мониторирование раннее вмешательство. Что такое ОПП? Это острое снижение функции почек. Определяется как повышение сырочного креатинина на 26,5 в течение 48 часов или более чем в полтора раза по сравнению с исходным уровнем в течение предшествующих 7 дней и снижение объема выделяемой мочи. Ну вот так классификация выглядит. Риск повреждения, недостаточность, утрата функции и терминальный исход может быть в терминальную почечную недостаточность. Как стадийно классифицируется? Стадийно классифицируется достаточно просто. Если уровень креатинина в сыворотке повысился в 1,5-1,9 раз выше исходного или вот на такую небольшую цифру, это первая стадия. Если в 2-3 раза вторая стадия, если больше, чем в 3 раза или до 353, или начало заместительной терапии, или молодые люди, снижение расчетной скорости клубочковой фильтрации ниже 35, вот это третья стадия. И здесь же объем выделяемой мочи. Что с объемом выделяемой мочи? Мы это не посчитаем, если не катетеризируем пациента. Поэтому как только мы ставим диагноз ОПП, мы тут же должны катетеризировать и измерять почасовой дюресс для того, чтобы определить степень тяжести почечного повреждения. Существуют предрасполагающие факторы к развитию ОПП. Это прежде всего возрастные пациенты уже с ХБП, с какими-то хроническими заболеваниями. Это понятно. Предрасполагающие факторы, но нужно еще какое-то внешнее воздействие. И любая какая-то экстраординарная ситуация, например, оперативное вмешательство, какая-то инфекция, критические состояния, режкое снижение давления, рентген-контрастные средства, рентген-контрастное устроено почечное повреждение и развивается ОПП. Когда мы ставим диагноз ОПП, мы должны понимать уровень поражения для того, чтобы грамотно лечить. Какова причина ОПП? Все причины делятся очень просто. Ренальные, проренальные и постренальные. Что такое проренальное ОПП? Почка не виновата, резко снизилось артериальное давление, гиповолемия, например, на фоне потери каких-то жидкостей, тошнота, рвота, все что угодно, использование диуретиков очень в больших дозах, гипотензия, гиповолемия, проренальное ОПП. Ренальное – непосредственное воздействие на почку. Может быть, какое-то специфическое заболевание почек, может быть, неспецифические состояния ишемии почек или использование нефротоксичных препаратов, что бывает очень часто, а может быть и сочетание. И постренальное – это абструктивная нефропатия, это какие-то заболевания мочевыводящих путей, это уже прерогатила урологов. Есть определенный алгоритм, по которому мы должны двигаться в диагностике ОПП. Итак, мы поставили по биохимическим показателям по объему выделяемой мочи ОПП клинические данные, лабораторные показатели. Первый вопрос – есть снижение перфузии почек? Самая частая ситуация – гиповолемия. Или есть снижение перфузии почек на фоне сердечной недостаточности? Или есть подозрение на абструкцию? Всем пациентам с ОПП выполняем УЗИ для того, чтобы посмотреть, нет ли каких-то постренальных причин. Есть ли какой-то специфический диагноз, может быть, у пациента? И неспецифическое ОПП, может быть, биоошемия, токсическое воздействие, есть сепсис, воспаление и так далее. Да, УЗИ обязательно, потому что мы прежде всего исключаем вот это. Мы смотрим на размеры почек, мы смотрим на их структуру, но все это такие косвенные данные. В основном нам надо исключить абструктивную нефропатию. Принципы ведения. Принципы ведения. Ну, катетеризация, как я уже сказала, мониторирование всех показателей. И все-таки мы должны в терапевтических, хирургических стационарах, в блоках интенсивной терапии выделять вот этих пациентов с потенциальным риском. Ну вот, например, в Великобритании 43% недопустимая задержка в диагностике острого почечного повреждения. Да, мне диагностировали ОПП. Мы понимаем, что это не постренальные причины. А дальше, прежде чем лечить, мы должны посмотреть на клинический статус пациента, оценить его волимический объемный статус. Он мокрый или сухой? И если он гиповолимичный, у него жажда, сухость слизистых, аллегория, может быть, была в анамнезе избыточная потеря жидкости, снижение тургора кожи, снижение центрального венозного давления, ну, если можем померить, тахикардия и гипотензия лежа, которая усугубляется стоя, статическая тахикардия и гипотензия. Это одна клиническая ситуация. Другая клиническая ситуация, если он гиперволимичный, отеки, артокноя, набухание шейных вен, влажные гриппы в легких, жидкость в поливральных полостях. Мы понимаем, что подход к ведению этих пациентов должен быть абсолютно разный. Если пациент сухой, если гиповолимия, то прежде всего это изотонические растворы обычных кристаллоидов мы вводим до полутора-двух литров в сутки. И натрий-хлор, можем 5-процентную глюкозу. Это первый шаг в терапии скоррегировать в лимический статус. Если перелили и признаки перегрузки объема, мы добавляем петлевые диуретики. Если есть истинный сосудистый шок, вот тогда допамин через инсуфузомат не использовать для профилактики, не использовать для лечения ОПП, только если есть сосудистый шок. А дальше мы смотрим либо лист назначения, либо то, что пациент принимал ранее. И внимательно анализируем препараты, которые могут быть нефротоксичными и убираем их. Если есть ингибитор, антагонист ангиотензиновых рецепторов или вирошпирон, временная отмена. Смотрим, какие препараты необходимо применять. Убираем нефротоксики. Если есть препараты с ренальной экскрецией, регулируем их дозы. И уровень глюкозы 6,1-8,3, если есть диабет. Обязательно кормим пациентов, не ограничиваем поступление белка, избегаем белковой калорийной недостаточности. Общее поступление калорий 20-30 ккал на килограмм в сутки. То есть они должны нормально питаться. Диуретики. Если нужны диуретики, петлевые диуретики в больших дозах не боятся, потому что они снижают ишемическое повреждение, вымывают некротический детрит из канальцев. И не используют диуретики ни в коем случае у пациентов в гиповолемии, когда у них снижен объем циркулирующей плазмы. И бич развития ОПП – это развитие гиперкалиемии. Что делать? Если ЭКГ вот такая, если мы видим гиперкалиемию, это риск терминальных нарушений ритма, это риск смерти пациента. Мы можем вводить 10% расход глюканада кальция, хлорида кальция, или внутривенное капельное введение 40% раствора глюкозы, либо петлевые диуретики, которые успешно выводят калий. И надо понимать, что если мы не справляемся, если мы не можем преодолеть, да, это диализ, да, это консультация нефролога, которая должна быть вовремя назначена. Итак, мы завершаем этот блок. Я опять обращаюсь к истории в китайской и тибетской медицине. Китайская и тибетская медицина говорит о том, что существует связь между синдромом недостаточности энергии почек и процессом старения терапии. То есть сохранение функции почек это фактически антиэйдж терапия. Но мы с вами как терапевты, как клиницисты должны понимать, что состояние почки ключевой фактор для определения риска планирования терапии тактики ведения пациентов. И в каждом случае проведения диагностических процедур, лекарственной терапии у пациентов с ХБП необходимо соблюдение баланса эффективности и безопасности. Спасибо за внимание.